Симуляция толпы Рубашки MyArmy дают способ рандомизации внешнего вида одного агента, подменой текстур, геометрией, либо скалированием всего агента. Например, у экземпляров моего агента разные рубашки, штаны разного цвета, у некоторых есть кепки, у других нет кепок. Однако, сколько ни делай геометрии, одинаковые лица все равно будут попадаться. И если толпа долго находится в кадре, то это будет очень заметно. Задача этого видео создания такого агента MyArmy, чтобы каждый его экземпляр был индивидуален. То есть каждый экземпляр агента должен заметно отличаться внешне по фигуре и лицу, а также у персонажей должна быть мимик. Своего агента я буду создавать из готового рига, у которого есть основной скелет и достаточно сложный лицевой сетап. Тут появляются две подзадачи. Первое. Чаще всего лицевой сетап строится не только на джойнтах, но и использует блэндшейпы, кластеры, латисы, нелинейные деформаторы и так далее. Кроме того, здесь может содержаться избыточное количество джойнтов. И они лежат не в единой иерархии, а разбросаны по разным группам. Такой сетап MyArmy не поймет. Вторая подзадача заключается в том, что хотя MyArmy поддерживает блэндшейпы, этого недостаточно для некоторых деформаций. Например, такие как изменение положения глаз или рта, поскольку при смещении точки вращения поведение скин-кластера становится не таким, как ожидается. Вот я сделал простенький пример, в котором есть глаз, который умеет моргать. А также есть блэндшейп, который скалирует и сдвигает глаз в сторону. Если его включить, этот блэндшейп, то мы получим неправильную деформацию глаз. Вот обратите внимание, он пролезает, какая-то фигня получается. Если же не сдвигать глаза и рот, то схожесть агентов будет бросаться в глаза. Будто это один персонаж в разных масках. Ну что ж, давайте приступим к решению нашей первой подзадачи. Созданию подходящего для MyArmy скелета. MyArmy поддерживает скелет с такой иерархией, в которой обязательно есть только один рутовый джоинт. И не должно быть группы со вложенными джоинтами. Для создания такого скелета можно воспользоваться встроенной в MyArmy функцией MyArmy, Original Agents, Establish Full Bond Chain. При этом мы получим дубликат скелета с нужной иерархией. Каждый джоинт, которого будет иметь паран-констраинт с соответствующим джоинтом оригинального скелета. Теперь наша задача сводится к созданию лицевого сетапа на джоинтах. То есть нам нужно создать некоторое количество лицевых джоинтов, которые будут двигаться вслед за деформациями оригинальной геометрии. И прискинить к ним нашу лицевую геометрию. Чтобы прикрепить косточки к оригинальному лицевому мешу, я написал небольшой скриптик, который прикрепляет любые объекты к ближайшей дальней точке на машу, за которым они должны следовать. Сейчас я продемонстрирую, как это работает. Наш маш это сфера. Кубик я буду приделывать. И пару джоинтов сейчас сделаю, которые я буду приделывать к этому мешу. Так, второй джоинт. Нужно выделить объекты, которые я хочу, чтобы ходили за машем. А потом сам маш. Вот, запускаем скриптик. Запускаем. Мы создали несколько локаторов, к которым препарантимы наши объекты, которые следуют за машем. Подвигаем сферу. Теперь за Vietrex подергаем. Вот вы видите, что он делает. Принцип я показал. Теперь начнем расставлять джоинты на лице. Мимика персонажа Майярмия не обязана идеально повторять оригинальную. Главное, чтобы рот и глаза закрывались адекватно. Стараемся использовать как можно меньше джоинтов, чтобы не загружать сцену. Но при этом достаточно, чтобы передать эмоции. Так, 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 так. Все. Переименуем вновь созданные джоинты так, чтобы у них были нормальные, красивые названия. Заостряю на этом внимание, потому что уникальные имена критичны для работы Майярми. С переименованием закончили. Теперь приделываем наши джоинты к оригинальному мешу. Для этого выделяем джоинты. Выделяем меш и запускаем ранее описанный скрипт. Группируем созданные локаторы и скрываем их, чтобы они не мешались нам в дальнейшем. Сейчас наши новые джоинты подсвечены красным. Обратите внимание, например, на джоинт РТ они ходят за контроллерами основного персонажа. Джоинты бровей, глаз и зубов я продублирую с оригинального скелета. И ходить они будут не за деформациями Маша, а за теми джоинтами, из которых создатся. Вот я уделяю кости на оригинальном скелете. Я продублировал их. Так, смотри, что у меня лишнее появилось. Вот какие-то паранта. Удаляю это все. Так, переименовываю вновь созданные джоинты. Так, теперь, как и обещал, создаю паранконстрейн от оригинальных костей к вновь созданные. Ну вот, все кости лица у нас созданы. Теперь их нужно положить в общую иерархию скелета Майярми. Лицо у нас часть головы, поэтому положим их, собственно, под джоинт головы. Вот что у нас получилось. Это, собственно, и есть скелет, пригодный для Майярми. На нем можно делать мимику с помощью контроллеров, которыми аниматор анимирует основного обычного персонажа. Теперь к нашему скелету нужно прискинуть геометрии. Для этого я выделяю старые геометрии, дублирую их. Прислаиваем уникальные имена. Так, прислаиваем. Все, кроме геометрии головы, можно прискинуть простым переносом весов. Я сделаю это на примере рубашки. Прискинул к новому скелету геометрию. Выделяю старую геометрию, новую геометрию. И переношу веса. Так, все, наша рубашка перискинена. Проверяем это дело. Вот видите, она ходит, как и ожидалось. Что же касается головы, ее придется скинуть с нуля. Как это делается, показывать не буду, просто покажу результат. Вот вы видите развеску на косточках. У нас делан довольно халтурно, но для наших целей сойдет. Сейчас продемонстрирую, как движется за контроллерами наш машин. Ну вот он остается немножко. Ну это не страшно. Первую задачу я выполнил. Еще раз объясню, что она из себя представляет. Берется произвольный персонаж со сложным сетапом. Из него делается пригодный для моей армии рик. Этот рик может использовать уже готовые для исходного персонажа анимации для своих экшенов. Либо можно делать новые экшены, пользуясь теми же контроллеры. Теперь я создам агента MyArmy. На шельфе MyArmy нажимаю кнопку Ready. Создается группа MyArmy Contents, в которой лежит заготовка для агента. По умолчанию она имеет имя Loco. Переименую ее. Теперь в папку Setup кладу наш скелет. Далее жму MyArmy Original Agents Create Original Agent. Теперь перенесем на него геометрию. Выделяем геометрию, на которой есть скин кластеры. Нажимаем кнопку Send Active Geo to Original Agent. Все, на этом агент готов к работе. Агент создан, теперь займемся приданием индивидуальности каждому экземпляру агента. Как я говорил ранее, MyArmy поддерживает Blendshape, весами которых можно управлять логикой MyArmy. Я сделал несколько Blendshape. Изменение формы носа, пухлость щек, форма подбородка, шеи, бровей, размеру шеи, толщина губ. Можно возвращаться далее как угодно. На всякий случай, чтобы избежать ненужных деформаций, снимем влияние Blendshape, свет и мест смыкания губ. Как я говорил ранее, двигать глаза и рот с помощью Blendshape это не самая хорошая идея. Поэтому воспользуемся деформатором Latisse, который можно навесить после отрабатывания скин кластера. Все дальнейшие деформации нужно проводить над геометрией агента. Но поскольку шевелить агента можно только через экшены, либо непосредственно за косточки, для удобства демонстрации идеи именно в этом видео, перейдем от агента к зарегенному для MyArmy персонажа, которым можно управлять с помощью контроллера. Все геометрии этого персонажа, как и геометрия нашего агента, деформируются исключительно скин кластерами. В этом смысле они идентичны. Начнем с правого глаза. Выделяем все вертексы глазного яблока, а также вертексы век и некоторое количество вертексов вокруг века. Сколько конкретно нужно оценить опытным путем. Применяем деформатор Lattice. На этот Lattice назначаем деформатор кластер. Теперь можно двигать, вращать, скалировать кластер, как нам нравится. Моргание будет работать так, как надо. Обратите внимание, что точки, на которые назначен Lattice, жестко прикреплены к нему, а на остальные точки он никак не влияет. Загладить деформацию можно, используя деформатор DeltaMash. С помощью параметра SmoothIterations можно регулировать плавность изглаживания. DeltaMash сглаживает все деформации, поэтому моргание глаза изменится. Он станет закрываться не до конца. Исправить это можно, сняв влияние DeltaMash на веках. веку. DeltaMash сглаживает также деформации plant-shape, поэтому рекомендую снять веса во всех ненужных местах и как нос лоб уши шеи щеки в общем везде где нежелательно я показал на риге как должен работать лати совместно с дельта маши но это нужно было делать с геометриями агенты это я проделал вне видео и не сильно заморачивался где особенно нужны латисы где не нужны просто сделал четыре латиса два на глаза один народ и один на кепку и также несколько кластеров для управления деформациями латисов теперь осталось заставить наши латиса ходить за скелетом тут есть небольшая хитрость my army может скалировать агентов и для правильного скалирования barn constraint и scale constraint латисов нужно добавить не к джойнту головы а к даме шейпу этого джойнта ну вот почти все готово у нашей модели есть блэн шейпы и латисы которыми можно разнообразить внешность экземпляров агентов теперь нужно заставить my army случайным образом раздавать веса блэн шейпов и деформации латис my army есть возможность управлять весом блэн шейпов через decision создадим plane один на один полигон эта плоскость будет служить нашей связью здесь мимаяр назову ее бс мэн гео перемещая ее внутрь тела чтобы она не мешалась вообще по-хорошему надо выключить ее рендер на этого дела здесь не будет так далее фрижу трансформы удаляю историю теперь дублирую эту плоскость переименовываю дубликацию в бс теперь создаю блэн шейп с бс на бс ман гео даю этой ноде блэн шейпа красивое имя например м а бс теперь плоскость бс больше не нужна и и удаляю все геометрии агента должны лежать в группе геометрии и иметь скин кластер поэтому кладу наш плейн в группу геометрии ман и прискиниваю крутовой кости теперь перейдем к логике создаю сначала дефолтные decision так как в моей армии он всегда должен быть теперь создаю decision бс который будет управлять раздачей параметров внешности агента в поле по decision нажимаем правую кнопку мыши и выбираем блэн шейп сет блэн шейп вали 1 вместо вопросиков нужно поставить имя атрибута блэн шейпа которым собираемся управлять в нашем случае это м а бс . бс так откуда это взял сейчас покажу находим нашу плоскость но до блэн шейпа называется м а б с атрибут но дабы если поменять значение у этого три будут то в скрипт-эзиторе можно увидеть ровно это название теперь в поле input condition выбираем условия вот это вот что оно означает случайное число от 0 до единицы основываясь на айди экземпляра агент ну вот каждый экземпляр агента получает случайный вес атрибута блэн шейпа м а б с . б с . б с . б с будет драйвер а трансформы кластеров деформирующих латицы и веса блэн шейпа в головы будут драйвен и трансформы кластеров деформирующих латица и э деньгра Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо за внимание!